Всем привет! На обзоре планшет на операционной системе Windows 10 новинка Chuwi Hi-10. Данный планшет очень интересен, имеет диагональ 10 дюймов и новый производительный процессор, хорошую видеокарту, обладает нормальным объемом памяти, встроенной 64 гигабайта и 4 гигабайтами оперативной памяти. Давайте сначала посмотрим внешне, то есть как он выглядит, ну в основном здесь конечно используется пластик на 90%, задняя часть у нас тоже гладенькая, такая поверхность немного ребристая, это сделано для того, чтобы меньше оставались отпечатки от использования жирных пальцев и прочего прочего. Разъемчики у нас расположены все по одной стороне, давайте посмотрим поближе, слева направо. Итак, сначала у нас разъемчик аудио для наушничков, далее micro HDMI комплекта, кабель не комплектуется, в комплекте его нет, далее полноценный USB разъем версии 2.0, micro USB разъем, его можно использовать как для OTG, так и для зарядки. И еще один полноценный разъем, который кроме всего поддерживает скорость USB 3.0. Есть разъем расширения памяти, слот поддерживает до 128 гигабайт. В нижней части мы видим по центру контакты для присоединения клавиатуры и по бокам специализированные углубления для фиксации клавиатуры. С обратной стороны у нас ничего нету, видим вот такие вот прорези 1 и 2, это для динамиков, здесь 2 динамика. Кнопки расположены в верхней части, блокировка и качель громкости, в принципе ничего необычного. Камеры 2, основная и фронтальная имеют одинаковое разрешение 2 мегапикселя. Так, и вот второй глазок камеры. Есть также светодиод, индикатор событий. Он показывает статус зарядки, кроме этого можно назначить какие-то уведомления, например, почтовые сообщения. Технические характеристики можно посмотреть под видеороликом, но чуть позже я их озвучу в более подробности. Сейчас же немного о комплектации. Комплектуется планшет в обычной такой большой коробке, она его отлично защищает от повреждений. С одной из сторон мы видим основные технические характеристики, видим диагональ 10,1 дюймов. Видим, что этот планшет, судя по всему, существует и в версии Android. Но, конечно же, на Windows, тем более десятки, это намного интереснее выглядит. Так, ну и основные характеристики здесь указаны также. Видим с другой стороны специальную такую марочку, по которой можно проверить оригинальность устройства. Также вот количество встроенной памяти здесь отмечено. У меня 64 гигабайта, есть еще 128 гигабайт встроенная, судя по коробочке. Продажи я не видел. Так, ну вот, в принципе-то и все по коробочке. В комплекте был сам планшет, на нем наклеена уже защитная пленка. Пленка качества поганенького, на ней очень хорошо остаются следы от использования. Пальчики моментально прилипают. Но, как бы, пока за неимением другой, я ее оставил. Когда я себе приобрету отдельно клавиатуру, закрываю, и будет у меня закрываться, как ноутбук, то тогда мне, в принципе, не нужен будет такая пленка. Так, ну, в общем, в комплекте был USB кабель довольно хорошего качества, из плотного такого силикона, даже не резинового, а такой плотный. И хорошая зарядочка на 2 А. Ее ток максимальный, вот, можно здесь посмотреть, написано 2 А, 5 В. Это то, что она выдает. Сам планшет, кстати, берет не более 1,5 А, там 1,54, по-моему, 1,52. Проверял я на разных зарядках. Есть у меня очень мощная зарядка Орико, которая выдает по 3 А на порт. Ну, так же самое, 1,5 А больше не берет. Но данная зарядка очень хорошая, при работе она не перегревается, не пищит. Уже обладает нужным адаптером для наших розеток. В общем, все, что надо для старта, для планшета есть. Так, далее. Далее будем включать планшет. Я использую вот такой вот тут комплект. Беспроводная клавиатура от компании Logitech. И от нее же вот мышка. Ну, это я сделаю для того, чтобы просто не мешать, как бы, своими пальцами вам. Вот, мы включим этот приемничек. Так, подключаем. И сразу видим, загорается у нас наш приветственный рабочий стол. Так, а здесь у меня уже свернута тестовая программа AIDA64. Здесь я хотел бы, конечно, поподробнее немножко рассказать о характеристиках. Самое главное, конечно же, это процессор. Здесь используется новый процессор, который назвали Intel Cherry Trail. Модель самая простенькая. Z8300. Вот, тем не менее, это 64-битный четырехъядерник с тактовой частотой 1,44 ГГц. Которая в момент пиковых нагрузок может достигать 1,84 ГГц. Этот процессор новый. Он изготовлен по технологии 14 нанометров. Довольно свежий, выпущен, по-моему, во втором квартале 2015 года сам процессор. А уж планшет, в принципе, только-только вот самый свежий. Один из первых китайцев вышел. Вот, у него кэш 2 мегабайта. И еще он, чем, как бы, можно сказать, привлекателен, это низким энергопотреблением. Low-Power обещает потребление около 2 ватт. Так. Видео. Видео ускоритель у нас, конечно же, также от Intel GPU. Intel Graphic 8-го поколения, Generation 8. Также частота варьируется у этого видео ускорителя от 200 до 500 МГц. Он может обрабатывать по 12 пакетов сразу. Поддерживает DirectX 12. Хороший такой видео ускоритель. В Аиде вот указано, что его видеопамять 1 гигабайт. Ну, скорее всего, это гигабайт. Может, берет из АЗУ. В общем, с этим пока не ясно. Что еще по памяти? Ну, память здесь очень-очень-очень прилично с ней все. Начнем с того, что оперативной памяти здесь 4 гигабайта. Хотя изначально платформа заявляла поддержку всего 2 гигабайт. Но китайцы что-то смогли придумать. Установили какой-то контроллер. Не знаю. В общем, тут 4 гигабайта. Они отлично работают. Встроенной памяти 64 гигабайта. Из них свободно 54, по-моему, было свободно. Чисто изначально. Сейчас у меня, конечно, он уже почти весь забит. Тут чуть больше 10 гигабайта свободно. Ну, памяти более чем достаточно. Здесь на планшете я установил огромное количество игр. И, в принципе, мне на все хватает. Так, далее. Сама по себе Windows у нас здесь стоит лицензионная. Десяточка стоит. Вот здесь можем посмотреть. 64-битная. Так, что еще могу сказать? По батарее. Значит, заявлена батарея емкостью 8000 мАч. При этом, как-то в магазине указано, что номинальная емкость 6500 мАч. Я не разбирал пока планшеты. Вроде как не собираюсь. Но по времени работы я, конечно, более склонен предполагать, что именно реальная емкость батарейки 6500 мАч. Почему, значит, я сделал так? Я... Почему я так решил? Я сделал небольшой тест. Здесь есть у меня фильмец. Закинутый в загрузках. Я его... Вот, Игры Престолов, сериал. Сейчас мы посмотрим, что за качество. Я вам точно скажу. Ну, вот, одна серия около 2 гигабайт занимает. Качество хорошее. В принципе, процессор подгружало, наверное, неплохо. Вот, длительностью всего час. 1,2 гигабайта. Скорость аудиопотока, это не то. Ага, 1280 на 720. Ну, сериал в HD разрешении. То есть, как бы нормально грузит процесс. Все, хорошее качество. Вот. Значит, данный... Данную серию я запустил по кругу. Началось у меня воспроизведение в 9.20 утра. Где-то в 16.00 он меня предупредил первый раз о том, что сел... Что там осталось там 15, по-моему, процентов. Ну, и через 25 минут он сел окончательно. В итоге он проработал 7 часов 5 минут, что является хорошим показателем. Яркость была выставлена на уровне 50%. По-моему, она и сейчас выставлена на 50%. Вот. И, как бы, довольно неплохо. Эта яркость вполне комфортная для помещения. 75 и 100, это уже слишком ярко. Это больше для улицы. В смешанном режиме он работает даже больше. Около 8 часов. Смешанный режим. Это имеется в виду интернет, вебсерфинг, чтение электронных книг, немного игр, немного музыки. Под тяжелой нагрузкой типа игры, конечно же, срок падает примерно в два раза. То есть до 4 часов, а то и меньше, в зависимости от игры. Так. Выходим из фильма. И раз уж я, как бы, так по фильмам пошел, то сразу хочу сказать, что данный процессор без проблем тянет не только Full HD видео, но даже 4К. Вот у меня есть здесь один ролик. Занимает он 765 мегабайт, при этом длится всего 5 минут. Его разрешение 3840 на 2160. В общем, такой бомбезный ролик. Я его запущу, и вы сейчас увидите, что он тянет без проблем. Заодно послушаем звук. Звук, кстати, мне не понравился. Тихий. Тихий, а на максимум, когда делаешь громкость добавляется, но слишком пищит. Вот предупреждает, разрешит. Ну, как бы, мне понравилось, как он воспроизводит. Перемотка, видите, все работает. Почти мгновенно. Никаких не подтормаживаний, не подлагиваний. Ну, в общем, такие дела. Поэтому, по процессору точно никаких проблем нет. Так, далее. Есть еще здесь много чего интересного. Например, есть, конечно же, Bluetooth. Bluetooth версии 4.0. С помощью него можно подключать, например, беспроводную мышку, клавиатуру, либо наушники. Я подключал наушники в Bluetooth. Звук, дай Боже, даю. Звук в наушниках, кстати, мне понравился очень. Через стандартный IAMP запускал и, как бы, басы, все. Ну, звуковая карта довольно-таки приличного уровня. Все мне понравилось. Так, из дополнительных еще, ну, HDMI я уже говорил, есть. Есть также функция on the go, есть. Это OTG, если по-нашему. Так, два USB разъема. Один из них 3.0. Есть магнитный датчик, кстати. Магнитный датчик, это нужен для чехла. Значит, чехлы приобретаются, естественно, отдельно. Первый чехол, это который устанавливается жестким способом. С помощью креплений. То есть, он превращается у вас в полноценный нетбук. Через вот этот вот контактный разъем происходит связь. Данный чехол стоит дороговато, конечно. Я нашел пока только на гигбаринге. 49,99 он стоит. 50 баксов, считаю. Ну, дорого, да. Ну, выглядит, конечно, вообще бомбезно. Вот он, кстати. Но есть и более дешевый вариант. Есть вариант клавы через Bluetooth в виде чехла. Такой вариант стоит на том же GearBest 20 долларов. То есть, ну, тут уже более-менее адекватная цена. Хотя, конечно, мне нравится больше первый вариант. Клавиатуру я буду по-любому брать со временем. Так. Что дальше? Ну, давайте быстренько пробежимся по производительности. Работает все очень быстро. Папки открываются практически моментально. Я не знаю. У меня комп намного медленнее работает. Хотя там все довольно-таки неплохо заряжено. Браузер. Интернет-браузинг. Все. Довольно качественно, красиво, скоренько, быстренько. Сейчас попробуем куда-нибудь зайти. Давайте, например, посмотрим YouTube. Ну, запустим видео. Перемотка, подгружение. Это уже, конечно, больше зависит от интернета. Ну, таки дела. Самое главное, конечно же, это производительность в системе и в браузере. Но немаловажным является и производительность в играх. Итак, видеоигры я проверил так же. Вы их посмотрите в отдельном ролике. Вот, если перейдете по ссылочку, это будет отдельно видеообзорчик небольшой, посвященный играм. Вот он. Вот. Ну, здесь я могу просто коротко сказать, что я проверял такие игры, как Kings Bounty, Легенда о рыцаре, Stalker, Меч и Магия, Герои, седьмая версия, Flatout 2, по-моему, что-то еще. Вот. Все проверял с количеством FPS, при этом следил за температурой процессора. Все это вы сможете посмотреть в обзорчике для игр. Вот. По моим же подсчетам, он спокойно может соревноваться с недорогим ноутбуком. В принципе, из этих всех игр тормозила только одна. Так. Ну, конечно же, производительность это хорошо, но все вы знаете, что процессоры от Intel страдают троттлингом. Что такое троттлинг? Это понижение, принудительное понижение частоты процессора при его перегреве. Я очень хорошо проверил на это дело планшет. В этом мне помогла простенькая программка CoreTemp. Вот. Она показывает температуру онлайн. Допустим, сейчас ядро 45, 45, 49, 49. Видите? И так же пишется максимальная температура. TJ Max. Что значит эта температура? Так же самая эта температура указана в описании к процессору. Это максимально безопасная температура, рабочая. То есть, если до 90 градусов нагревается процессор, это нормально. Это не перегрев. Вот если 90, включается троттлинг и частота понижается. Троттлинг можно заметить с помощью программы AIDA64. Вот. Если в нее зайти, здесь есть специальный раздел стресс-тест. Я нагружал данным стресс-тестом. Вот он. По идее, AIDA64 также должна показывать температуру. Вот видите, да? От 0 до 100 градусов. Но почему-то здесь датчик не работает. Я очень долго боролся. И у меня ничего не получилось. Именно поэтому я воспользовался другой программкой CoreTemp. Видите, здесь всегда можно онлайн посмотреть треи, свернутые каждое ядро. 49, 51. А AIDA показывает нагрузку процессора. Ну, сейчас видите там, да? 8%. Сейчас мы загрузим чем-нибудь. Допустим. Запустим видео. Хотя, наверное, сильно оно не загрузит процессор. Но, в принципе, вот видим на 20%. Ладно, попробуем чем-нибудь серьезнее загрузить. Ага, можно попробовать другое видео, которое имеет более высокий битрейт. 4К должно больше загрузить. Ну, вот был скачок. Ну, в принципе, как видим, тоже не сильно грузит. Более всего, конечно же, грузят игры. В общем, я добивался 100% загрузки. Кстати, здесь есть даже именно тест встроенный, который проверяет CPU, GPU и прочие там диски, память. Вот, если его запустить, старт, и пошла загрузочка, мы видим максимально 100%. 190% в основном 100%. Внизу тикает таймер. Короче, полчаса 100% нагрузки разогрели процессор до 85 градусов. И температура больше не росла. Полчаса. То есть, добиться тротвининга мне не удалось. Я даже больше разогревал процессор. Например, торрент U-Torrent. Трекером. Значит, качался у меня одновременно какой-то диск. Вот, музыка. Золото русского рока. Она у меня качалась на всю. Скорость скачивания была приличная, около 10 мегабайт. В это время я устанавливал одновременно FlatOut 2 игру. И еще у меня была раздача на облако. Я заливал какую-то или программу, или что-то. Короче, что-то я заливал на облако. Вот. Процессор был загружен вообще полностью. Ну и тем не менее, тротвининга мне не удалось достичь. Что очень и очень радует. Здесь я это дело все заскринил. Как видите, здесь 32 скриншота. Просто очень длинный обзор получается. Я не могу все рассказать вам, потому как вы просто не захотите это слушать столько долго. Вот. Но кому интересно, то будет скоро текстовый обзор. Там, конечно же, в формате текста, тестов, можно будет все посмотреть более детально. Кроме этого, я там попроводил тесты 3DMark 11, 5, то есть графические тесты можно будет посмотреть, где кто сколько очков набрал и сравнить. Естественно, тест, скорость чтения записи на встроенный диск. В принципе, это вы можете и сейчас глянуть. Память довольно скоростная, как видите. Ну и многое-многое другое. Тут же у меня есть и игры, скриншоты, именно с количеством FPS. В общем, ожидайте текстовый обзор скором. Значит, что я могу сказать по данному планшету? Он очень-очень-очень крутой. Нет никакого перегрева. Я не знаю, что там уж сделали, но перегрев удалось решить эту проблему. Задняя крышка, конечно, нагревается. Да, особенно если при длительном использовании, то вот в районе, вот этом вот районе, только сзади, нагревается довольно ощутимо. Но она начинает потом плавномерно распределяться по всему корпусу. Несмотря на то, что он пластиковый, он довольно хорошо отводит тепло. Одержим мы его обычно вот по краям. По краям он остается лишь слегка теплым. И пользоваться ним очень комфортно. Итак, его плюсы. Классный мощный процессор. Раз. Оперативки 4 гига. Два. Памяти встроенной достаточно 64 гига. Плюс можно расширение до 128. Три. Разрешение экрана потрясное. Тут круче, чем Full HD. Тут 1920 на 1200. Это 4. Сам, конечно, экран довольно неплохого качества. Но при, например, черном фоне, если включить черный фон, то по углам, вот здесь и здесь будут небольшие видны засветы. Это минус. Это небольшой косячок. Ну, в принципе, как бы это не критично. Если какое-то изображение на экране, то, естественно, этого становится не видно. Так, далее. Ну, наличие Bluetooth 4, это, естественно, плюс. Наличие светодиода плюс. Батарейка держит долго. Это тоже плюс. Вот. Минусы. Минусы есть. Совсем, в принципе, небольшие. Ну, первое, это то, что я говорил, засветы. По углам это уже больше для эстетов. Вот. Но все равно, скажем, это минус. Потому как без этих засветов выглядит намного лучше. Хотя и стоит дороже такие вещи брендовые. Далее. Второй минус, конечно же, это звук. Звук мне не понравился. Звук не в наушниках. В наушниках звук супер. А звук именно в встроенных динамиков. Они громкие, но они пищат. Они режут по ушам. И если, например, фильм в них посмотреть можно, то включить какую-нибудь аудиозапись, чтобы там, как для фона, музыку, ну, уже не очень классно. Поиграть тоже не очень прикольно. Короче, наушники рулят. Это второй минус. Также третий минус, это разъем micro HDMI. То есть, при том, что умудрились обсунуть два полноценных USB разъема HDMI, почему-то сделали micro. Ну, ладно бы сделали micro, да положите хотя бы переходник какой-то или кабель в комплекте. Нет, ничего. Придется это покупать отдельно. Это небольшой минус, недоработочка. Ну, хотя тоже назвать это. Не повернется язык. Иначе тогда можно и отсутствие клавиатуры в минусы ставить. Ну, короче, планшет супер. Я всем его рекомендую. Реально очень классно сделал Чуви планшет. На этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч. Ожидайте текстовый обзор на сайте testing.in.ua. Заходите на сайт testing.in.ua, пишите свои обзоры, читайте обзоры других наших пользователей. Все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok